МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Мы начнем с актуальной информации из оперативного штаба. За последние сутки в Нижегородской области зарегистрировано плюс 312 заболевших. Мы, к счастью, не дотянули до печального рекорда в 320 человек, но 312 – это тоже очень много. Есть и позитивные цифры, вы можете сейчас увидеть их. Это количество выздоровевших за последние сутки – 82 человека. Ну и вот на следующую цифру я бы обратил особое внимание. 7 – столько, значит, летальных исходов за последние сутки. На самом деле эта цифра не совсем точна. Дело в том, что за последние 20, точнее, с 20 апреля у нас погибло 7 человек. И таким образом, наверное, самая актуальная сейчас цифра – это общее количество погибших за все время пандемию. Это количество составляет 23 нижегородцев. Давайте теперь посмотрим, как картина у нас выглядит вообще в Нижегородской области, как выглядят на этом фоне районы. Нижний Новгород впереди планеты всей. На первом месте, как обычно, 1747 заболевших уже за все время пандемии. Ну и второе, третье место у нас постоянно меняются. Вот еще вчера был Дивеево, и сегодня уже Дивеево на третьем месте, а Павловский район на втором. Следующая тройка практически не изменилась. У нас Кулебагский район, Дзержинск и Починковский район. Давайте теперь смотреть, что у нас по России происходит. В Российской Федерации очередной взят рекорд, неприятный прирост заболевших COVID-19 составил 11 231 человек. Ну и полностью выздоровело 2,5 тысячи. Это тоже больше, чем обычно. Обычно мы прибавляем каждый день по 1,5 тысячи россиян, выздоровевших. Вот сегодня 2,5. Такие цифры на сегодняшний день. Я уверен, что вот эта зараза COVID-19, коронавирус, к сожалению, мы так и не знаем, как лечиться от него. Какого-то лекарства еще не изобретено, но абсолютно точно можно заниматься спортом, чтобы сохранить свою форму, еще и улучшить ее. Ну и как не с новым министром спорта нам обсудить спортивные дела региона. У нас сегодня в студии министр спорта Нижегородской области Артем Ефремов. Артем Акадьевич, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, я, во-первых, вас поздравляю с тем, что вы назначены на этот высокий пост. Очень приятно. Вы человек новый для правительства Нижегородской области, поэтому у нас сегодня здесь в прямом эфире будет знакомство с вами. Так получилось, что все ваши предшественники представляли какие-то виды спорта, да? И в этих видах спорта был прорыв. Возьмем Харитонова, это хоккей-торпедо. Возьмем Панова, баскетбол, БКНН. Вы человек футбольный. Ждать ли нам выход в премьер-лигу футбольного клуба Нижний Новгород? Уважаемые зрители, приветствую вас, уважаемые нижегородцы. Очень приятно, что мне предложили такую должность. Я надеюсь, что не подведу жителей. И, конечно же, всеми любимый нами общий, наверное, футбол будет на достойном уровне. Я буду прикладывать все усилия к этому совместно с администрацией клуба Нижний Новгород. На самом деле, так сказать, любимчики, наверное, в кавычках, да? То есть я считаю, что Нижегородская земля очень полна великими командами. В том числе и хоккей, и баскетбол, и футбол, и волейбол. Я думаю, что у меня не будет любимчиков, как у меня со спорта. То есть ФК Нижний Новгород, а делом в себя тянуть не будет? Нет, 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 нет. Единственное, что я очень хочу и ставлю себе одной, в первую очередь, задач поднять развитие Академии футбола. И я думаю, что именно Академии, то есть заняться юниорами, чтобы не было тока юных футболистов из нашей области. И выйти на достойные позиции со следующего сезона. Артем Аркадьевич, вот сейчас как раз видеоряд идет. Я так понимаю, да, это в Армавире Нижний Новгород играет. Армавир, похоже, снялся с турнира. Нижний Новгород не снимается, мы продолжаем. Мы идем к премьер-лиге, как и просил губернатор. Да, да. Но вы знаете, я не буду рассказывать вам некоторые, так сказать, в кавычках, закулисные переговоры. Я думаю, что в ближайшее время, наверное, по окончанию пандемии, наверное, Глеб Сергеевич известит о новых веяниях. В нашей политике в сфере футбола. Тогда давайте хотя бы какой-то инсайд. Это касается тренерского штаба? Нет, инсайда здесь никакого нет. Я думаю, что давайте вот пандемию пройдем, то есть и будем говорить о развитии нашего любимого семи вида спорта футбол после того, как закончится пандемия. Потому что я считаю, что сейчас это и с точки зрения экономической, и с точки зрения спортивной, не время это обсуждать. Потому что на сегодня спорт и бюджет спортивных клубов находятся в плачевом состоянии. То есть мы поддерживаем те направления, которые сейчас в тренде в России. Это сокращение затрат, это поддержка онлайн занятий и так далее, так далее, так далее. Их можно много перечислять. Я думаю, там может быть... Артем Аркадьевич, подожди. Как-то, знаете, вот по нашему футболу, я думаю, что будет сильный прорыв. Хорошо, мы будем ждать тогда Нижний Новгород в премьер-лиге, о которой мы говорили. Давайте с вами дальше про профессиональные клубы поговорим. Пандемия смазала всем абсолютно сезон. Баскетбольный клуб не доиграл, Торпеда доиграла. Ну, как бы там другие были условия. Чего дальше ждем? А продолжение нового сезона, точнее, уже не продолжение? Вы знаете, нет, ну, мы ждем начала сезона, да, и, конечно, основной главной задачей для нас является выход команды, выход спортсменов на те уровни после вот этого пандемии на те же спортивные показатели. Вот, что касаемо и хоккея, и баскетбола, и волейбола. Вот, ребята, то есть спорта вообще всех высших достижений спорта, да, они находятся сейчас в крайне тяжелых условиях. И я думаю, что мы будем стараться выйти из этой ситуации намного быстрее и открыть тренировочный процесс, чем быстрее, тем лучше. Раз уж мы с вами сейчас видим Торпеда на экране, скажите мне, пожалуйста, вот Торпеда сейчас является главным ньюсмейкером. Очень много новостей из этого именно клуба, да? Да. Будет ли касаться вот такое бурное развитие клуба, например, баскетбольного, волейбольного, у нас есть АСК? Вы знаете, я ранее на вопрос ответил, что у нас нет любимчиков. Будет всем сложно. На самом деле все бюджеты сокращены, и мы будем стараться выйти хотя бы на те же позиции, которые были в прошлых сезонах. Отлично, ответ понятен. Давайте с вами дальше пойдем. Министерство каким образом работу свою построило в пандемию? Вот мы тут много уже разговаривали и с министром образования, и с министром культуры, что все перешли на новую совершенно платформу, онлайн-платформу. Ваше министерство как? Наше министерство работает так же, как и остальные все министерства. Имеется в виду, что частично люди на самоудалении. Но самоудаление сейчас нам дает возможность поработать с документами. То есть мы занялись энергофитуцией объектов, мы проводим ВКС, мы проводим всевозможные аудиты по фонду об оба труда сотрудников, по аудит решили провести по нашим достижениям в сфере спорта и высших достижений. Я думаю, что это время нам позволит разработать некую систематизацию в этих процессах. Что касается все-таки онлайн-тренировок, у нас было прекрасное событие, Россия спортивная директора, спортивный форум. Мы надеемся, что будет еще. Впервые, да, да, будем надеяться, что он снова пройдет. Вот там была заложена традиция прекрасная делать зарядки, онлайн-зарядки. Вы эту традицию как-то поддерживаете? Есть какая-то систематическая работа в этом плане? Да, систематическая работа, конечно же, ведется. Я считаю, что все тренера, все в фоках тренера поддерживают это начинание. Есть это все на каналах Инстаграм, на Ютуб-канале, все возможно, ВКонтакте. И призываем, конечно, всех нижегородцев подойти к этому активно, так сказать, да, принимать участие. Вот, проводятся тренировки по йоге, там, ну, различные виды, там, пытаются сделать тренера. В нашей беседе подключим еще одного собеседника, Александр Ермилович у нас на прямой связи. Да, очень приятно. Александр, здравствуйте. Здравствуйте. Вы, наверное, знакомы прекрасно с этим молодым человеком. Да, Александр, расскажите нам, пожалуйста, про свое онлайн-зарядки. Артем Аркадьевич, здравствуйте. Да, приветствуем, приветствую, Александр. Ну, я бы хотел поздороваться сначала с Артем Аркадьевичем. Давно не виделись. Да, да, приветствую. Я хотел бы сказать сначала в защиту, наверное, Артем Аркадьевича, что у него действительно любимчиков нет. Я очень многое время базировался на базе изумрудных, где он также являлся талантным руководителем. И у него там все виды спорта абсолютно тренируются на очень достойном уровне. И художественная гимнастика, и каратэ, и хоккей, и баскетбол, и лейбол, и катлетика. Поэтому я уверен, что наши виды спорта... Любимчиков нет, понятно. Любимчиков не будет, поэтому в защиту немножко Артем Аркадьевича. Ну, и про онлайн-тренировки готов рассказать. Да, расскажите, собственно, в чем заключается, с кем работаете, как тренируетесь. Смотрите, я в марте, 1 марта уехал на учебно-тренировочные сборы со сборной Нижнего Новгорода по карате в лагерь Лазурный. И ужасная вещь посетила нас, что все, мы на карантине, нас Лазурный сразу консервировали. И я побежал утром на пробежку, а за мной бегут два охранника. А я в наушниках был, разворачиваюсь, а за мной бегут два охранника. Говорят, ты куда? Говорят, на базу выходить нельзя. Иди, говорят, бегай по полю. Я пошел по полю, как бы, и уже думал, что делать, когда я приеду со сборов. Меня ждет все-таки 150 человек детей, спортсменов, родителей в том числе. И быстро приходилось принимать решение по запусканию стриминговых тренировок онлайн. Решил, чтобы было этого очень доступно, сделать на двух платформах. Это Zoom, по которой мы, в принципе, с вами сейчас и разговариваем. И платформа Instagram. Я сразу же связался с, естественно, спортом. Увидел их проект «Ни дня без спорта». Меня он очень заинтересовал. И принял участие спикером в данном проекте на абсолютно безвозмездной основе. Проводим мы тренировки четыре раза в неделю. Два раза я веду прямые эфиры в Instagram. Соответственно, мои спортсмены тоже туда подключаются. Очень сложно, конечно. Конечно, только подписчиков вы занимались в связи с тем, что вы начали. Очень много. Было, как только была открыта группа в Instagram Министерства спорта и образования, там было, по-моему, 150 человек в Министерстве спорта и человек 50 в образовании. И вот сейчас в Министерстве спорта уже дошло тысячи три, по-моему, подписчиков. То есть люди действительно заинтересованы. Более трех тысяч уже. Да, Артем Аркадьевич, спасибо. И вообще очень люди интересуются, интересуется спортом, этим проектом. Просмотров очень много. Тем более в онлайне смотрят, во-первых, человек, наверное, 50-60 постоянно, когда тренировки проводишь. А потом он сохраняется эфир на 24 часа, и за эти 24 часа заходит достаточно много. Достаточно много. Первая тренировка у нас собрала более 350 просмотров вообще по крате, которую я проводил. А сейчас сколько? Я провожу тренировку с сыном. Сейчас более 500-600 просмотров как бы за сутки происходит. Для того, чтобы был удобный формат, мы сразу и в Zoom, и в Instagram проходим прямиком, чтобы у кого-то, может быть, этот поддержит формат, кому-то этот формат нравится. То есть для того, чтобы было доступно, используем две стриминговые платформы. Александр, спасибо большое, что подключились к нашей беседе. Всего вам доброго, не болейте. Спасибо, Александр. Спасибо взаимно. Спасибо за работу. Раз уж мы начали наш разговор вообще со знакомства, расскажите, если не секрет, какую задачу губернатор поставил перед вами? То есть что нужно сделать, чего должны добиться вы на этом посту, и, собственно, чего ждет губернатор от развития спорта в регионе? Вы знаете, Глеб Сергеевичем была очень увлекательная беседа. Откровенно могу сказать, что для меня было открытие его эрудированности в сфере спорта. И те задачи, приоритетные направления, конечно, нами были проговорены. Я думаю, что много задач, которые уже были подготовлены Сергеевичем Пановым, они сейчас, наверное, будут реализованы. И я думаю, что в ближайшее время Глеб Сергеевич, я думаю, как-то их, наверное, охарактеризует наши шаги. Задачи, конечно, связанные со спортом высших достижений, конечно, это профессиональные клубы, это вывод, конечно же, футбольной команды в Премьер-лигу. Это поддержание тех уровней, то есть хоккея, баскетбола, волейбола, мини-футбола на том уровне, который сейчас есть, не ниже. Ну, много вопросов, связанных с детским видом спорта, с строительством спортивной структуры. Очень много у нас сейчас объектов в строительстве находится, в стадии строительства. Да, в структуре, наверное, Ледовый дворец у нас, да? Да, конечно, конечно, конечно. Сейчас решается этот вопрос по школе для торпедо, для хоккеистов, чтобы у них был свой дом. По футболистам академии, чтобы у них свой дом. И эти решения все на поверхности, я думаю, что они будут приняты в этом году. Артем Аркадьевич, спасибо вам большое, что пришли. Я думаю, что вот знакомство наше состоялось. Приходите к нам еще. Спасибо вам. Будем с вами обсуждать новости спорта. Спасибо. Спасибо. Спасибо вам, уважаемые зрители, за то, что были с нами. У нас сегодня впервые в нашей студии был министр спорта Нижегородской области. Следите за нашими новостями и дальше. Сразу на нескольких площадках это можно делать. И в эфире телекомпании ННТВ, и на платформе Время Н. Всего самого доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 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 Продолжение следует...